Ну чё здорово! Все вы наверное видели различных попрошаек, которые кидают вам трейды, просят деньги за вашу победу в казино или же просто так. В этом ролике я решил побыть одним из таких попрошаек и в течение одного часа клянчить деньги у игроков в казино. Посмотрим дадут ли мне что-то и если да, то сколько мне удастся на этом срубить бабок. Ставь лайк, чтобы у тебя было много денег, а если ты еще и подпишешься на канал, то уже точно не пропустишь мой новый ролик. Желаю всем приятного просмотра! Я уже зашел на аккаунт бомжа, у меня здесь всего лишь 6 уровень и 8 с копейками миллионов на руках. До казино мне 273 метра. Я уже его вижу вдалеке, сейчас мы туда забежим и конечно же приступим к попрошайничеству. То, чем я ненавижу заниматься вообще ни в жизни, ни в игре, но именно ради ролика на 1 час мне придется это дело полюбить. Так, вот оно место, где трутся все мажоры, да и не только мажоры, но и бомжи. О, по голосам я уже слышал, что здесь жесткие тащеры. Так, у нас сейчас время 14, 13. Как здесь в казино любят кричать? Большинство игроков сюда подбегают, начинают за кого-то болеть и автоматом уже считают, что им за это должны деньги, за группу поддержки. И сегодня я тоже намереваюсь либо попрошайничать, либо поддерживать кого-то и просить, как говорится, на чай. Вадислав, можно дать пару тысяч, пожалуйста? Паза, ну дай мне пару тысяч, пожалуйста. В голосовой чат я говорить ничего не буду, меня скорее всего сразу спалят. О, мне дали 10 тысяч, спасибо большое. Первые 10 тысяч, первые выпрошенные деньги. Крутяк. Давайте, Назар Вин, Назар Вин пишем в чат за столом, у него десятка. Назар Вин, Назар Вин. Все, Назар выиграл. Так, ну что, ПЖ дай денег, я за тебя болел. Я знал, что ты выиграешь, но Назару глубоко на нас плевать. Так, пока что мне дали только 10 тысяч. Я болел за Назара всей душой и сердцем, а он даже не дал мне ни одной копеечки. Так, все понятно, за Назара мы больше не болеем. Чтоб ты проиграл, бля, понял? Тимур Вин, Тимур Вин, Тимур Вин. Блин, надо было за теску болеть, Владислав. Так, у Тимура 6, понятно, все, он автоматом проигрывает. Походу, все, в наше время никто уже болельщикам денежки не дает. Да, в принципе, я сам не даю деньги, кто за меня болеет. Ну, мало ли, я думал, сработает. Назар, дай пару тысяч, пожалуйста. Ну дай, блядь. Фу, как это мерзко попрошайничать, пацаны. Я не знаю, как некоторые этим занимаются. Так, пока что мне дал только база. Тимур, дай, пожалуйста, пару тысяченок. Понял. Дай, по-братски, пару тысяч, а? Ну что ты, блин? О, хорош, вернулся, давай пару тысяч. Беги со мной у нее на кофте или от меня. Давай, и с тобой готов, и от меня. А она сама деньги просит или он, я не знаю. Тимур, накинь ПЖ. Понятно. Давайте, она просит у Тимура, а я прошу у нее. Так, у меня появился конкурент прямой, причем. Нужно его убирать. Дай пару тысяч, пожалуйста. Смотрит на меня, смотрите. Ну-ка, у него шар есть, смотрите, скейт, канистра, сумка с бабками. Миллиардами в руках. Он мне даст или нет? О, спасибо, 50 тысяч, лучший, просто лучший. Тупо лучший. Итого мы уже имеем 60 тысяч. Чек-паук, бро, дай пару тысяч, пожалуйста. Блин, как он не реагирует на меня? Чек-паук Степан, давайте напишем. Нет, Чек-паук оказался жматом. Ну, как говорится, не все герои носят плащи, пацаны, поэтому нам обычные люди дают бабки, а Чеки-пауки всякие не дают. Мне пришел гениальный план, и я буду сейчас кричать на все казино. Накиньте, кому не сложно, коплю на мечту первую машину. Кричим? Может быть, даже кто-то нас заметит. Но у меня появился конкурент, как я уже говорил, надо как-то его убрать по-тихому. Было бы неплохо. Кричалки нам не помогают, нужно походу лично обращаться к людям. У меня новая тактика. Кто скинет мне пару тысяч, того будет вечно преследовать удача в казино. Давайте попробуем вот так вот покричать. Ну что, даже это вас не привлекает, что ли, я не пойму. Передал вам 5 тысяч. Вай, блин. Спасибо, бро. Работает, пацаны? Работает? Не за что, говорит. О, нифига, Рич мне дал 50 тысяч только что. От души, братец. 50 тысяч еще сверху прилетело. Рич просто лучший. Вот ты себя в ролике увидишь. Знай, мужчинский ты, пацан, короче. Тигр, лев, натуре ты. Так, погнали теперь в ту сторону. Поорем немного. Кто скинет мне пару тысяч, тот будет вечно преследовать удачу в казино. Пока работает. Прикиньте. Можно, конечно, еще трейды. Понакидывать каждому. Но мне кажется, это бесит каждого игрока. Потому что, когда мне кидает трейды, я готов его просто послать на... Периодически находятся такие люди, которые готовы нам пожертвовать какую-то сумму. И скидывают нам даже по максималке 50 тысяч. Мне вот этот конкурент реально уже надоел просто, настоебенил. Надо как-то его отсюда выкинуть. Нищиёбы. Стёпа, а я? А как же я, Стёпа? А, это тот Стёпа, которого я замутил. А я Стёпочка. Так, ну пока что затишье. Но, как говорится, затишье бывает перед бурей. Может, сейчас кто-нибудь мне кинетрейт и даст вообще миллионов пять. Было бы славно. А мне не накидал. Да вы чё, блядь, охуенно? Ну, пожалуйста. Ну, дай. Ну, дай, заебал, блядь. Пожалуйста. Так, он аж офнулся. Прикиньте, он обосрался. Я сам обосрался. Я думаю, каждый обосрался. Когда в такой звук залетает ваши уши. Ладно? Так, Полина. Красотка. Дай пару тысяч. Пожалуйста. Красотка еще та, конечно. Так, ладно. Ну, всё, мне перестали давать. И Полина мне не дает тоже. Но она здесь, она просто игнорит меня. Или он, или оно, не знаю. О, передал вам 6909 байкер. Байкер-мужчина. Полина, не будь проституткой, дай пару тысяч. Ладно, Полина, я была тебе лучшего мнения. Не жопимся, скидываем. Кому сколько не жалко. Добро к вам вернется. Карма существует. Сегодня помогли вы, завтра помогут вам. Подходим, не стесняемся. Ладно, это не работает. Я понял. Давайте попробуем прямо на входе в казино агитировать людей, скинуть нам деньги перед их заходом непосредственно. Кто-то на гитаре вообще играет. Кочи жить, умею вертеться, как говорится. Это тоже, да, деньги здесь. Опа, найму. Тысячу стоит 91. Нормально тему ты придумал, братан. Надо тоже было гитарку такую прикупить и шаманить с неё деньги. О, инкассатор. Может, у него бабки есть. Бро, дай пару тысяч, пожалуйста. Владислав Рафанов. Он же только что в казино был. Ебать, типа, куда всё слил, пошёл инкассатором работать и просто уехал. Пацаны, дайте пару тысяч, пожалуйста. Вы голодны, видите, я даже голоден. Мне не на что покушать. Саша Фонкер и Валера Финдер, блять. Дайте мне бабок по-братски. Еба. Спасибо. В смысле спасибо? Он что, его перепутал со мной? Брат, ты мне должен был деньги дать, а не ему... Он ему бабок дал, а мне не дал. А, нет. Что-то они, походу, я не знаю, что они. Они меня игнорируют просто. Они просто делают вид, что меня не замечают. Гриша, может ты хотя бы дашь в мешке от картошки? Нет? Тоже не захотел. Вот его Тимур тоже зовёт Валеру этого. Ему плевать, понял, на нас? Ему плевать на нас, бичей. Он слишком горд, чтобы ответить нам и помочь. Села батарейка! Ой-ой-ой-ой! Красава! Даже не жалко ему за такой денег дать. Пошёл он, слов не знает, блять, такой песни. Ты возвращалась ко мне сквозь ныне раскаяния. Но, несмотря ни на что... Па-пошёл ты, блять. Я думал, он слова знает, хотел ему бабок дать. Кевин, бро, дай, пожалуйста, 5К. Ему бабок дают? А мне? А, сука, вот, блять. Да, у него лучше получается, чем у меня. А мне 5К хотя бы. Что, жалко, что ли? О, ого! Спасибо большое, 50 тысяч! Нифига себе, он вошёл во вкус, я смотрю. Они его просто засыпают деньгами. Обалдеть просто. Хватит тебе, не забирай мой хлеб. Я здесь уже почти целый час. Он ему просто бесконечно сыпет денег. Да, типа, же на арену 12 тысяч. Ещё 50 тысяч дал. Не, у тебя уже ебальцо-то не треснет. Говорит, в трейде можешь уже накинуть ему там пару миллионов. Спасибо, Валера. Типа, вообще уже просто берега попутал. Он уже это начал за должное принимать. И просто говорит уже, давай уже через трейд, чё тут морочиться, типа, передавать по 50 тысяч. Давай уже сразу несколько миллионов. Не, мы с вами не такие, пацаны. Всё, удачи, Валере. Он дал нам целых 100 тысяч. А у нас ещё остаётся, между прочим, 13 минут. Мы уже с вами собираем почти 47 минут эти деньги. Мне передали 50 тысяч. Обалдеть. Спасибо большое. Спасибо. Обалдеть, ещё 50 тысяч дали. Бывают же щедрые люди. Отлично, я ещё и умер. И у меня уже, в принципе, кончается время. Итого, за этот час мне удалось напопрошайничать. 271 тысячу. Много это или мало? Решать каждому. Ну, мне, в принципе, думаю, что на те же самые лицензии должно хватить. А так я считаю, что клянчить деньги – это очень плохо. И я сам это очень, как уже и говорил, не люблю. Но когда человек реально нуждается, конечно же, я готов прийти к нему на помощь. И это уже становится исключением. Спасибо тебе за просмотр, за поставленный тобой лайк. И по традиции вывожу два видоса на экран, которые советую посмотреть. Обязательно посмотреть, между прочим, советую.